Привет! Вы на канале Climate Change. С наших выпусков вы узнаете о климате и катаклизмах, с которыми людям приходится сталкиваться в эти суровые дни, и как обостряется климатическая ситуация в мире, последние произошедшие стихийные явления и происшествия с разных уголков мира. По меньшей мере, 10 человек погибли в Бутане после сильных муссонных дождей, вызвавших внезапные наводнения в отдалённом горном лагере в Лайе. Между тем, дождь также вызвал внезапные наводнения и оплзни в некоторых частях соседнего Непала, где, по словам официальных лиц, пропали без вести несколько человек. Премьер-министр Бутана заявила, что 10 человек погибли и 5 получили серьёзные ранения. В результате трагедии, разразившейся рано утром 16 июня. Спасательные работы продолжаются, и для эвакуации раненых мобилизованы вертолёты. Спасательная команда, в состав которой входят военные, была отправлена в пострадавший район, который находится в очень отдалённом месте. Премьер-министр выразил соболезнования семьям погибших и общине Лайе. Он также призвал людей по всей стране избегать посещения рек и кемпингов возле рек, и помнить об опасностях, связанных с проливными дождями во время сезона дождей. Сильные дожди также затронули некоторые районы Непала за последние несколько дней. За 24 часа до 16 июня выпало 162,4 мм осадков в Баглунге и 162,6 мм в Дарбанге. Уровень реки подскочил, и по состоянию на конец 15 июня на Раяне в районе Читван достигало 10,1 м, что значительно выше опасной отметки в 9 м, в то время как река Балефи в районе Синхупалчук составляла 7,15 м, где опасная метка составляет 7 м. По сообщениям СМИ со ссылкой на представителя Министерства внутренних дел, 7 человек пропали без вести после наводнения в Меламчи, район Синхупалчук. Однако полная оценка потерь еще не завершена. Национальное управление по снижению риска бедствий в Непале сообщило о сильном ливневом наводнении в районе Мананг 15 июня. С 14 июня из-за проливных дождей по всей стране произошло несколько оползней. Американский пилот во время полета над Оклахомой в воскресенье 13 июня оказался рядом со Смерчем. Летчик следовал по маршруту из Минка в Таттл и успел заснять торнадо из-под облаков. В то время в районе заявленной траектории полета проходила гроза. Согласно информации Национальной метеорологической службы Нормана, штат Оклахома, Смерч не был виден на радаре. Сложных погодных условий, которые привлекли бы внимание метеорологов, также не наблюдалось. Пилот обнаружил широкую, слабую циркуляцию, которая втягивалась в облако. Воронка торнадо простиралась до основания облака, постепенно разрастаясь. По словам пилота, Смерч был не опасным, но действительно захватывающим. Землетрясение магнитудой 5,8 балла произошло у берегов Малукских островов в Индонезии. Эпицентр подземных толчков располагался в 70 километрах к юго-востоку от населенного пункта Амахай в провинции Малуку. Очаг землетрясения залегал на глубине 10,6 километра. Колебания земной коры были зафиксированы 16 июня в 4.43 утра по Гринвичу. Северные и центральные районы Лаоса пострадали от наводнений после прохождения тропического шторма Кагума, о котором мы сообщали ранее. Наводнения и оползни, вызванные тропическим штормом, затронули жилые дома и сельскохозяйственные угодья. Оказались непроходимыми некоторые дороги. Власти еще не сделали официального отчета о размере ущерба. Сообщается, что уровень воды в реках по всей стране поднимается до опасно высокого уровня. Местные власти призвали местных жителей быть бдительными. Тропический шторм Кагума прошел через Вьетнам, распространился на северный Лаос и вызвал проливные дожди по всей стране. Катастрофа, разразившаяся после проливных дождей, вызвала разлив реки Киба в деревне Гениалис, департамент Солота, Гватемала. Трех человек, в том числе двух детей, смыло мощным потоком воды. Около 30 домов были серьезно повреждены, а 85 человек остались без крова. Несколько общин в муниципалитете оказались изолированными после затопления, поврежденных дорог и мостов. В муниципалитете пострадали не менее 15 тысяч человек. Между тем, сильные дожди с 12 июня 2021 года вызвали наводнения и оползни в других департаментах страны. Оползень в Аматитлане в департаменте Гватемала заблокировал дорогу, нарушив передвижение тысяч людей. В департаменте Альта-Верапас в результате затопления повреждены здания в Сан-Кристобаль-Верапас, что привело к эвакуации 25 человек. 56-летний ловец лобстеров был схвачен горбатым китом у берегов Проминстауна в американском штате Массачусетс. Человек провел в пасте животного около 30 секунд и уже не думал выбраться живым. К счастью, пловец вновь оказался на свободе и был отправлен в больницу на обследование. Инцидент произошел 11 июня, недалеко от мыса Кейп-Кот. На момент 16 июня потерпелый уже вышел из больницы. К счастью, он не получил серьезных травм, лишь ушиб ногу. Оказавшись в пасте морского млекопитающего, дайвер подумал, что на него напала акула, но позже понял, что это был кит, который пытался его проглотить. Ныряльщику удавалось нормально дышать, так как у него был дыхательный аппарат для дайвинга. После того, как он освободился из пасти кита, его спас товарищ по команде, подплывший на лодке. Эксперты по китам из Центра прибрежных исследований в провинставни утверждают, что встречу человека и кита нельзя считать нападением. Это случайность, которая бывает очень редко. Взрослые горбатые киты достигают в длину 15 метров и весят около 36 тонн. Согласно информации Всемирного фонда дикой природы, численность этих животных в океанах планеты составляет около 60 тысяч особей. Торфяники покрывают 3% поверхности суши на планете, но хранят более 1,3 запасов СО2 в почве. Болотные угодья во всем мире испытывают нехватку воды. Количество парниковых газов, которые высвободятся после их высыхания, к 2100 году увеличатся на 860 миллионов тонн ежегодно. Торфяники встречаются во всех частях планеты. Они есть в арктической тундре, прибрежных болотах, тропических лесах, в горных районах и на субантарктических островах. Торф накапливался десятки тысяч лет и хранился в среде с низким содержанием кислорода. Разложившиеся растения выделяют в почву органический углерод. Болота стали домом для многих видов растений и животных. Они служат миграционными областями для птиц и животных, очищают воду и сдерживают наводнения. Когда торф лишен воды, он подвержен воздействию кислорода, питающего микробов. Кислород позволяет микробам расти и выделять углекислый газ в атмосферу. Отдельные торфяники являются природным источником метана, парникового газа, усиливающего потепление до 100 раз по сравнению с СО2. И на этом наш выпуск подошел к завершению. Как всегда, спасибо вам за просмотры наших выпусков и активность в комментариях. Оцените видео лайком, нажмите на колокольчик и подписывайтесь на канал, если вы еще этого не делали. Ну и конечно, будьте бдительны, не будьте равнодушными к окружающим и берегите жизнь.